Прошедшие праздничные выходные для экстренных служб Мордовии прошли неспокойно. Серьезные происшествия случились как на дорогах региона, так и по линии МЧС. В предпраздничный день 22 февраля 29-летний водитель Renault Megane 2, не справившись с управлением на федеральной автодороге, в Зубово-Полянском районе оказался под колесами фуры. Совершил наезд на дорожное ограждение «Отбойник», от которого автомашина бросила на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Scania. В составе полуприцепа «Шмидс» под управлением 52-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault Megane с различными травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую центральную районную больницу. Была взята кровь на анализ. Водитель Scania трезв. В этот же день, в половине 12 ночи, в Ковылкинском районе начинающий 18-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Ровесница-пассажирка ВАЗа 12-й модели была госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. 23 и 24 февраля на территории Мордовии, по данным Республиканской госавтоинспекции, аварий с пострадавшими в них людьми зарегистрировано не было. 25 февраля в регионе вновь произошло огненное ДТП, в котором погибли дети. Страшная автоавария случилась в темное время суток в близ села Атюрьево. В 19 часов 30 минут на 52-м километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомашин «Кия Карнивал», которая двигалась в направлении Москвы, и «Фольксвагена Полу», которая двигалась в сторону Краснослободска. После столкновения «Фольксваген» загорелся. Все, кто находились внутри иномарки, погибли. 34-летний водитель и двое пассажиров, 26-летняя женщина и девочка в возрасте 1 год 8 месяцев, скончались на месте ДТП. При транспортировке в медицинское учреждение также скончался и 13-летний пассажир автомашины «Кия». 38-летняя женщина-водитель «Карнивала» и ее двое несовершеннолетних пассажиров к 6 и 10 лет были госпитализированы в Торбиевскую больницу. У автоледи взята кровь на анализ. Спустя сутки ДТП с пострадавшим было зарегистрировано в Краснослободском районе. 3 часа 30 минут на 120-м километре автодороги М5 «Урал», Москва, Рязань, Пенза, Самара, Уфа, Челябинск. 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Хюмда Солярис», по предварительным данным, при движении со стороны города Саранска в направлении города Краснослободск, не обеспечил контроль за движением транспортного средства и допустил съезд в левый по ходу движения придорожный кювет и опрокинулся. Травму получил 48-летний пассажир иномарки. После оказания помощи врачи отпустили его домой. Статистика летальных случаев на пожарах в минувшие выходные пополнилась двумя новыми случаями. Первое возгорание, в котором погибла женщина, случилось в Розаевке. Около 6 часов вечера 22 февраля соседи заметили дым в 6-м доме по улице Заливная. Они пытались потушить огонь своими силами, но поняли, что с возгоранием им самостоятельно не справиться и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС во время спасательных работ обнаружили тело 70-летней хозяйки дома. В результате происшествия уничтожен жилой дом на площади 130 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Второй жертвой пожара стал 70-летний пенсионер в поселке Цыганский. Его дом вспыхнул в третьем часу ночи 23 февраля. По прибытию на место происшествия было установлено, что происходит горение частного жилого дома, частично обрушилась кровля, возникла угроза распространения огня на соседний дом. Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев перехода огня удалось избежать. Полностью ликвидировать последствия пожара спасатели смогли только к 5 часам утра, но за 20 минут до этого нашли тело погибшего хозяина дома. Дознаватели МЧС продолжают выяснять причины возгорания пожара. В результате короткого замыкания электропроводки в Зубовополянском селе Умёда 24 февраля Датла сгорело придорожное кафе Усано. Огонь возник в половине четвертого часа ночи. Никто из людей не пострадал, общепит в тот момент был закрыт. Вместе с кафе огнем было уничтожено нежилое строение. Общая площадь пожара составила 132 квадратных метра. Также частично был поврежден магазин на площади 8 квадратных метров. На следующий день, 25 февраля, в Саранске спасатели эвакуировали 18 человек из пятиэтажки во время ночного пожара. Сын хозяйки находился в квартире один и услышал треск в соседней комнате. Войдя туда, он обнаружил, что горит потолок. Молодой человек покинул квартиру и вызвал пожароспасательное подразделение. Ликвидировать очаг удалось 23-25. Спустя еще 13 минут возгорание было полностью потушено. В результате происшествия повреждена квартира на площади 35 квадратных метров. Повреждены стены и потолок в подъезде на площади 20 квадратных метров. Сотрудниками МЧС России эвакуировано 18 человек. Три человека спасено. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Еще на трех пожарах повреждения получили автомобили. 25 февраля, в трех километрах от Зубово-Полянского села уголок, очевидцы заметили полыхающее авто. Они сообщили полицейским, а те уже вызвали пожарных. Спасти «Сьерой» и «Шевроле» авиа 2010 года выпуска не удалось. Причина возникновения огня устанавливается. Пока не ясно, почему тем же днем загорелся «Пежо-боксер» на улице Тамбовская в Саранске. Пламя из-под приборной панели водитель заметил во время движения. 27 февраля в результате неисправности электропроводки бортовой сети едва не сгорела «Шевроле-Лачете» в ЖК «Ветеран». Автовладелец увидел из окна пламя и, закидав снегом, потушил возгорание. Но все равно вызвал МЧС. Анастасия Семушева, программа «Происшествие».